Всем привет! 14 августа 2023 года в этом здании, в этом доме был в советское время ресторан Орлик, сейчас Сбербанк. Там автовокзал, там Караческое шоссе, это улица Комсомольская. И тема этого ролика, просто прокачусь вниз как в детстве, вот по этой вот дорожке пешеходной. В детстве я часто ездил в магазин по трансмаш, пешком ходил, на велике катался, поэтому эта дорожка у меня, так сказать, очень приятная. Тем более, что идет под уклон она, так сказать, лишний раз прокатиться мне тут в удовольствие. Прекрасный летний день, не жарко, 25 где-то градусов, ветерок легкий. А там вот пятерочка через дорогу, в советское время был овощной магазин. Ремонт телевизоров, как и раньше, там есть ремонт электронной техники. Тут домоправление, по-моему, было. Подъезжаем к магазину Мелодия, он сейчас маленький стал совсем, а в советское время он занимал весь первый этаж. Ну, сейчас большую часть его занимает магнит. Остановка магазин Мелодия. Вот он, этот замечательный магазин музыкальных инструментов Мелодия. Это перекресток Карачевского переулка и улицы Комсомольской, дом с башенкой. Направо будет клуб завода Шестерен и завод Шестерен, Трансмаш, Автосельмаш, по-разному он назывался. В общем, завод Трансмаш. Туда пойти будет Крестительское кладбище. Вот та остановка называется Трансмаш, Автосельмаш, завод Шестерен. Раньше так называлось, сейчас, не знаю, все переименовывается. Но в этом доме в советское время был магазин книги, насколько я помню. Потом какое-то время была фронда мебель, сейчас свет. Лампочки, наверное. Сантехника неплохой, магазин Ростсантех. Вот, здесь почта, как и раньше. Отделение ЛДПР. А вот парикмахерская тоже раньше была парикмахерская в советское время. И учебный коллектор, магазин учебных пособий. А там в советское время был магазин новинка, сейчас блокпост, военторг и пятерочка. Очень коллектор. И сейчас мы подъезжаем к переулку Комсомольскому. Это был Карачевский, а это Комсомольский. И вправо будет хлебозавод. Тут приятный запах порою. А вот в этом доме, где сейчас магазин Магнит, офис МАК, в советское время был гастроном Березка. Березка, по-моему, так назывался. Гастроном. Так, и вот мы сейчас подъезжаем к улице Мопро. И там я закончу съемочку. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Зен, в Ютубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями. Также можете пополнить баланс моего сотого телефона 8 920-800-8920 на услуги, связи, звонки, смс, интернет. Там здание ЦНТИ вот слева и пристройка справа. Это пенсионный фонд теперь. А это Институт труда был в советское время. Институт труда. Так. Тут общежитие, пенсионный фонд. Вот там, если пойти, крестическое кладбище. Общежитие, пенсионный фонд. Пенсионный фонд сейчас называется Огнол. Очень красивый пенсионный фонд. Это фреска советская. С графитто называется. Выцарапывание с итальянского. С графитто. С советского времени она тут находится. Ну, давайте, все, ладно. Угу посмотрим. Может, будет приятно тем, кто учился. Это общежитие Угу. А вот сам ОГУ, который раньше назывался Орловский государственный педагогический институт. Это сквер комсомольцам. Вот, то есть, ранее памятник комсомольцам. Вот такой замечательный институт, в котором много кто обучался. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Подъезжаю к улице Нормандии Неман. Замечательный сегодня летний денек. Тоже домик старинный. Неплохой, интересный. И вот магазин Орел Продукт. Мне он нравится, в принципе. Я обзор делал как-то. Можно тут кое-чего прикупить. Список партнеров. Сосиски, как говорится. А это военно-исторический музей. Танк Т-70. Гаубица одна, вторая за углом. В общем, все, наверное. Чтобы не затягивать видео, уезжаю опять на Комсомольскую улицу. Всем пока. Комсомольская улица.